Чуть-чуть совсем видела, когда проходит. О-о-о! Вот тут какие-то точечки. Так. Кстати, я видела эту энергию, когда ты рисуешь. Ну. Ты не присутствуешь в комнате. Я вот это вижу. О, излучение с двух сторон, да? Зеленое. Потом заземление. Эти три странные точечки, это какое-то послание. ДНК-шки. Это какая-то янтра. О, языки света и креста. О, ты своим что-то написала. Ты использовала бумагу для всех, чтобы написать что-то своим, да? Все, и закрыли окно. Так, ух ты, баланс. Баланс, излучающий, как бы расширяющийся состояние, ну, вот этого, в правле бесконечности. У тебя сатрионидатом расходятся. Притом... Это что? Так. Вот это мне клетку напоминает. Что у нас тут, шестигранник, да? А теперь рассказываю. Мне нравится. Это центрирование, баланс и излучение. Ах ты, хитрая жучка. Я думала, ты какое-то свое состояние. Рисовала любовь, поток радости и любовь вселенская. Кстати, он назвал эту двойную любовь. Поток радости. Вот это. Вот вселенская любовь, а это просто... А, ключ любовь. Так. Тут бульки продолжаются. Что-то можешь дополнить? Нет? Ощущение какое... Это у тебя... Ты сидела, это над головой вот эта штука раскрывалась, да? Синяя. Как ты это видела? Просто перед глазами... Ух ты, как она у тебя цветет. А то ну дай свою подружку. Я сестре двоюродных хочу попросить. Она фиалочки опять начала выставлять. Может, тебе что-то понравится. Вот такая она. Ты видишь, ей погода подошла. Она ярче. Ой, сколько деток. Видно, что ты ее любишь. Ты видишь, сколько бутончиков? Ну, ты все фиалочницы. Раз у тебя она пошла так... В жару ты помнишь, какая она ей хуже была? Ого. Класс. Так, возвращаем на место. Розовая кварцета анахата, но достаточно такая кристаллическая, жесткая. Несмотря на то, что ее считают кристаллом любви, я его... Тут скорее дружба и попытка кристаллизировать понимание дружбы и понять чувства. Но если надо там сердце открыть, я использую не розовый кварц, только кристаллический из Мина Жерайса, а совершенно другие кристаллы, более мягкие. Ты замерзла? А, слушай, а ведь то, что я тебе говорила, расширяющаяся бесконечность и центрированная точка сборки, она уже пирамидой ложится. Ну вот, две основания, видишь, и центр. Это ты там внутри, зелененькая. Да? Ну, давай, открой немножко рот и расскажи, что я еще не рассказала тут. Ощущение какое-то должно вызвать. Кстати, смотри, шестигранник, а потом балансировка четырех. Видишь, но четыре уголка. Видишь? Вот это видишь, тресула. Это стабилизация. А4 плюс 6, тут 7 даже. Получается, смотри, 11 получается, 4 плюс... 5 плюс 6, 11 это число перемен, новый цикл понял. Получается, еще... Это совмещается с пирамидой, если ты, допустим, ну, в эту сторону на тебя все смотрит. Вот вершинка, пятая точка, и вот четыре основания. Давай, ну, что-то не поняла. Так. Сейчас, подожди, еще что-то я тут должна достать. Это центрирование. Ну, вот я уже беру как карту. Вот человек и достал из колоды карту. Вот ты достал из колоды карту. Это не ты рисовала. Кстати, вот если ты посмотришь сейчас в камеру, она как карта маленькая, посмотри. Симпатичная карта получается. Этот. Вот ты достала из колоды карту. Первое ощущение. Не знаю, это чужая. Ты просто у меня колоды взяла. Первое ощущение, когда ты ее смотришь. У меня вот, если я взяла заново, как новенькую, мурашки побежали от фиолетовых сфер. Ну, бесконечность, такое вот течение. Течение у тебя пошло. Где в теле это отражается? Мы уже смотрим, как это будет работать, как раку. Где это в теле отражается? Земля под ногами ушла? Или это что-то где-то в анахате, внизу, в сакральной чакре там? В целом. Текучесть, да? Короче, я же должна это все еще прописать для ракула. Книжечку на английском и на русском. Как работать с этими картами. Меня центрирует. И у меня еще чувство радости в анахате. Вот этот цветочек у меня становится сюда. И такое ощущение, вот как, о, фиалочка. Ну, такое радостное, открытое. Внутренний ребенок открывается. Излучение, потому что из анахаты пошло во все стороны. А бесконечность это вечное излучение. Тут и из ручек, вот, с этих двух сторон излучается. И из центра такое получается излучение. Мне нравится? Я вот дам сейчас нескольким девушкам, с которыми я занимаюсь. А? Где из ручек? Ну, вот же ты что. Это большие ухи. Тут из вот этих вот штук. Тоже излучается. Я понимаю, я говорю, из рук, вот, рука принимающая. Да, и вот, не то, что из нее, но и с этой части тела пошло излучение. Ну, я его такое видела. Из этой части пошло излучение. Как ты говорила там, туда что-то полетело, сюда что-то полетело. Мне к тебе будет потом задание. Я знаю, что нормальный художник никогда не рисует на заказ. Ну, я не могу, кто меня просит. Я считаю себя нормальной. Это-то. Но, если вдруг придет в голову, я тебе рассказывала, как изменять пространство паттерны. Ну, насытить пространство всем этим. Вот, если придет в голову, тоже нарисую. Можно вот держать кристаллы и потом вот это пространство. Ну, смотри, берем твою зону сейчас. Звучит, конечно, почти так же, как чувствуется. Берем твое пространство. И помещаем в центр. Вот ты тут сидишь на диване. Помещаем в центр вот эту всю историю. Можешь краем уха и глаза туда смотреть. И туда переносить. Хотя, я думаю, ты помнишь, где ты живешь. Переносить туда. Ну, что получается? И потом мысленно войди туда. Такое же оно или какое-то другое? Легче. Легче, дышать можно, да? Ну, вот, смотри. Для того, чтобы его туда установить, не надо там морщить лоб, искать свою попу, как этот вот тут на лбу, как шарпей. Вообще не надо ничего такого сложного делать. Импульсом установила. Ты же на гаджетах что-то устанавливаешь? Ты там сильно страдаешь, что ты не знаешь, как, а получится, не получится. Тушишься, когда кнопку жмешь. По-моему, нет. Ты просто так-так-так-так-так, все, установила по умолчанию. И ты не боишься, что этот скотина-телефон что-то не выполнит. Правильно? Все установлено. А если не выполнил, там сбой. Так вот, берешь и устанавливаешь это пространство. И я тебе по секрету скажу, что ты еще можешь нарисовать 200 карт и все туда установить. Это многомерность. Оно все там вместится. Поняла? Оно еще будет интересненько друг на друга находить и что-то новое. Вот нарисуешь 3-4 рисунка, совмести их, посмотри, что это, и нарисуй еще раз. Ну, как интересно, оно раскрывается. Поверь человеку, который это делает почти 46 лет. Ну, то есть это круто работает. Окей? Боже, она разговаривает. У нее недавно опять начался аутизм рта. Так, все, поехали.